Большой привет всем зрителям, с вами Ктархонт, это Виктория Вторая за Японию. Точнее сейчас еще за Сигонат, который в будущем превратится в единую и мощную Японию, которая войдет в число великих держав и станет грозой этого игрового мира. Я уже делал пост о том, что в скором времени Вика Третья выходит, и надо перед ней немного освежить свои навыки, вспомнить, что я как было во второй части, и заодно сыграть за те страны, которые я еще не успел вам показать. Если что, в описании и, наверное, в закрепленном комменте будут ссылки на другие прохождения. Я здесь уже играл за Россию, за Китай, за Осман, за Австрию, за Британию, вроде бы еще за ряд других стран. Так что основные интересные страны лично для меня я заценил. Ну а теперь я хочу сделать Японию, может быть, еще по ряду стран пробежимся, перед тем, как полностью погружаться в третью часть. Что же мы имеем с вами с Японией? У нас с вами несколько вассалов, которые подчинены нам с вами. Как видите, шестерочка вассалов. Вместе мы как раз и формируем единую Японию. Сейчас я их не могу присоединять, но в будущем, когда мы пройдем в истернизацию, мы сможем по решению объединить Дайме и провозгласить единую Японию. Как же здесь проходит в истернизация? Я просто копишь очки исследованием и прожимаешь реформы, за которые тебе добавляют как раз этот самый прогресс цивилизации. При том, в некоторых местах еще даруют другие бонусы, иногда даже технологии, и с помощью этого ты постепенно продвигаешься. Не очень легкий путь, при том его можно ускорить, если мы будем с вами захватывать территорию, но со старта Япония на острове. Чтобы куда-то высадиться, нужен флот. Чтобы сделать флот, нужно купить для его производства клиперы. А чтобы купить эти клиперы, надо их урвать с рынка, а на рынке их мало. И сначала их покупают великие державы. А мы с вами занимаем 140 место, это значит, что все те 139 саран, которые выше, сначала они купят и только потом дойдет над нас. Поэтому ближайшие лет, наверное, 10-20, может быть даже больше, у нас не будет вообще никаких транспортников. Там мы сможем нанять армию, но, к сожалению, перевезти и вторунцу в Корею, там в Сиам, раньше времени будет сложно. Если нам, конечно, повезет найти клиперы, может быть. А если нет, то будем просто ждать. Поэтому первые лет 10-20 будут достаточно спокойными, мы будем просто развивать свою державу, копить грамотность, копить исследования и постепенно становиться цивилизованным. По поводу бюджета, конечно же, налоги на максимум. Не думайте, что здесь налоги максимально означают, что платят 100%, нет. Максимальные налоги это 10%, что даже меньше, наверное, большинства нынешних стран. Добавок к этому, выкручиваем пошлины. Нам особо за это переживать не стоит, народ все равно справится, как-нибудь выживет. На время поднимем управление, так как от его показателя, вот именно вот от этого эффективности управления, зависит сколько налогов мы собираем. И вообще эффективность управления государством. Но и образование пока чуть-чуть снизим, в будущем приподнимем. Просто не хочется дыру в бюджете получать. Ну и большая часть механик Виктория нам пока недоступна. Мы не можем строить промку, не можем заниматься нормальной исследованием. Поэтому об этом мы чуть-чуть попозже. Сейчас просто поставим нас в приоритет. Я со старта выправлю чиновников, чтобы у нас их с вами везде было в достатке, по одному проценту. А потом уже займемся поддержкой священников. Я сделаю такое прохождение, некоторое освещение моментов для вас, чтобы вам было полегче потом влиться в третью часть. Потому что часть механик знакома. Я уже успел заценить и поиграть немного в третью часть. Там, конечно, вещи некоторые сделали сложнее. Но, понимая базовые механики из той же самой второй части, освоиться будет намного проще. Поэтому это прохождение будет некоторым таким базовым пластом, чтобы понять, что как работает Вики вторая, и на основе этого потом Вику третью погрузиться. Сам навыки освежу, да и, надеюсь, вам в этом деле тоже помогу. Так что усаживайтесь поудобнее и всем приятного просмотра. Мои васалы уже армию нанимают активно. Связано это с тем, что у них статус 69. 77 место. Вы просто посмотрите. В то время, как у меня 120-е, мои же васалы выше меня по рейтингу стоят и раньше меня закупают ресурсы. То есть вот когда они закупят другие страны, только потом постепенно для меня доведет как раз все ресурсы, которые нужны. Вот так вот здесь сработает система торговли. Она, конечно, поменяется в будущей части, но здесь немножко придется пострадать. Интересное мировое событие. 1818 год и чуть пораньше, чем по истории у нас городовский договор. Испания потеряла контроль над Мексиканской империей, которая теперь освободилась. И также замирилась с Чили. Добавок к этому, она сейчас ведет противостояние с Венесуэлой и вроде бы как в скором времени здесь с Криптовой еще будет освобождение Перу. Поэтому Испания постепенно теряет свои плазармы. Это тоже достаточно интересная страна, так как она переживает тяжелый период. И может быть я за нее сыграю, но я в свое время тестил. Очень тяжело здесь победить. Скорее всего, даже если я буду играть, я буду сдавать, например, Чили. Но откидывать немного Мексику и с Венесуэлой разбираться. Тяжело это выглядит, но может быть в будущем реализую. Это так. Лишь небольшие планы. А сейчас, да, постепенненько выправляем бюджет. У нас с вами управление. Наконец-таки, да, более-менее приятное. Значение уже дошло. Бюджет у нуля держится. Даже немного растет. Он тут не стандартный, а динамичный. То есть какой-то день больше, какой-то день меньше. Как видите, ползунки все время меняются. Поэтому и наши доходы, расходы то больше, то меньше. И видите, вот сейчас, например, пошел активный спад. А ему навстречу потом активный рост. То есть экономика здесь нестабильна. Это прикольная тема, чтобы следить за этим и понимать, что к чему. По поводу же поддержки. Видите, красные становятся. Это значит, что уже дальнейший приоритет ни на что не повлияет. Точнее, как он будет увеличивать. Но толку от этого будет мало. Поэтому раз уже дошло до максимума, то все. Можно менять приоритет на другой вид населения. И самые важные для старта это чиновники, священники и потом, наверное, солдаты. Если у вас есть, конечно, промка, то там еще и рабочие не помешают. Подожди, не рабочие, а ремесленники. Именно ремесленников потом надо будет поддерживать. И иногда может быть служащих. Чтобы было хорошее соотношение. Но нам пока все это не светит. Наше дело чиновники, а потом священники. У нас тут накопилось на первую реформу. Можем стать открытой страной. Нам физиократию откроют. Но я хочу накопить не на нее, а на медресе. Дело в том, что это нам откроет технологию философия просвещения. А данная технология является достаточно важной. Так как она добавляет 25% к очкам исследований. Так что да, мы именно на нее будем копить, дабы взять. И у нас больше было очков исследований. Тем самым мы еще быстрее потом будущие реформы проделывали. Конечно, следующий модификатор университета еще приятнее. Мы получим вообще очков исследований, плюс 50. Но вроде бы он очень дорого стоит. Мы посмотрим, конечно, сейчас, когда выполним первый уровень. Не дешево, конечно, 8,5 тысяч. У нас тут грамотность влияет, но вот палата наша больше поддерживает военные реформы, нежели экономические. Правда, зачем? Счетом того, что воевателям не с кем, вопрос хороший. Наконец-то есть очки. Давайте сразу медресе вводим. Смотрите, 3,91. Да, у нас сейчас сразу же почти 5 очков. Неплохой подъем. Ну и следом, даже если мы вводим университета, нам, к сожалению, никакую технологию не пропишут. Ну а цену университетов мы сможем узнать достаточно скоро, дождаться лишь конца мая этого года. Да, здесь есть и другие приятные реформы, например, земельная, которая нам увеличит горнодобычу сельских хозяйств, тем самым мы и денег сможем больше получать, и административная тоже эффективность неплохо. Да и реформа системы образования, знаете, тоже приятная вещь, потому что образование пойдет лучше. Это 11 тысяч стоит, а университеты стоят 17 тысяч. Ух! Скорее всего, следом я возьму реформу образования. Хоть она и дорогая, но все же 20% эффективности образования, тем самым к увеличению потом будущих очков, это приятно. Я, конечно, эту систему не тестил, но вроде бы все-таки открытость нам нужно взять. Физиократия не так важна, но здесь есть такая вещь, как сококу, и она забита именно на самоизоляцию. То есть если мы ее уберем, то да, мы вытираем просто престижа, но зато очки исследования минус 10 у нас тоже уберется, что как бы в плюс пойдет. Поэтому давайте открытость, пожалуй, возьмем. И со временем у нас вроде бы модификатор должны снять, при том вроде бы часть решений зависит от того, что мы должны выйти из изоляции, и тогда они произойдут. Посмотрим, как это связано, не сразу же, но этот модификатор вроде как у нас уберут. По истории до 1753-го, конечно, но мы чуть пораньше это сделаем. Да, вот он, Соно Дзи. Да здравствует император, долой варваров, именно это скандировали неоконфуцианские активисты, недовольные решением открыть страну для иностранцев. Япония должна упасть в пучину анархии, 5.05, 5.05 почти. Отлично. Все-таки чем больше сейчас очков, тем нам лучше. Да, конечно, народ немного недоволен, но потерпит. У него просто нет выбора. Нам, кстати, уже союз предлагает Корея, и да, если раньше мы могли на нее напасть, то сейчас это не вариант, потому что там сфера влияния Америки. Что это значит? А то, что если мы нападаем на такую страну, то за нее запрягается эта великая держава. И при том, даже если, например, я вот хочу напасть на Сиан, да, вроде бы нормально, никаких великих держав. Но здесь есть пока радушное, но потом станет дружеское отношение британцев, и при таком раскладе они тоже смогут ступиться за данную страну. Поэтому будьте аккуратнее, даже если вроде страна не в сфере, но у кого-то дружеское отношение к ней, то вполне себе могут на ее стороне выступить против вас. Но у нас с вами формируется первая армия, и уже клиперы идут. Но проблема в том, что, да, на Корею мы уже не сходим. Скорее всего, выберем своей целью какой-нибудь Джахор, АЧ, в зависимости от того, где нормальные самые отношения, и никто туда не влияет. Скорее всего, Джахор. Здесь, конечно, британцы рядышком, но можно рискнуть. И сюда, и сюда можно будет залететь, забрать эти земли, что будет явно хорошим делом. К сожалению, наше оправдание на АЧ по Чисражу раскрыли, счетом того, что содержание у нас на минимуме, но не повезло. Самое главное, что на этой стране нет влияния никакой стран, начиная от Нидерланды, но я надеюсь, они не успеют. А с Джахором проблемно, здесь уже британцы на полтинник, поэтому в скором времени они могут перенять главенство, поэтому хотя бы АЧ забрать было бы уже неплохо. И оправдание наконец-то готово, ну и давайте поплылим, сажаем в корабли и плывем. Надеюсь, они у меня доплывутся, держание, конечно, максимум, я их еще повосстанавливал, но почему-то они не хотят больше боеспособности восстанавливать. Надеюсь, они вытерпят и не погибнут раньше времени. Ну давайте заценим, 1-1-2, уже близки, приплыли, ну и давайте АЧ, объявляем войну с завоеванием. Нам за это дадут, кстати, 10 престижа, что очень-то так-то неплохо. Ну и нашу армию давай, выпускаем. Все. Флот, конечно, бы спасти, но чуется, он не успеет ни обратно вернуться, никуда. Но давайте все-таки попытаемся. Мало ли, у него есть шансы спастись. А наша армия, надеюсь, может здесь захватить землю. Дело это не быстро, с учетом того, что у нас только регуляры, но шансы, думаю, на это есть. Ну и раз мы сейчас захватываем, то давайте, наверное, попробуем взять импортированное вооружение, на него немножко накопим, получим кремниевое ружье. Бонус как раз к очкам во время завоевания. Ну и сам по себе прогресс цивилизации тоже нам не повредит. Пришлось здесь дать бой, с минусом, конечно, но мы все равно победили. Все-таки взятие пушек дало о себе знать. Ну и теперь нам просто все это добро надо осадить. Давайте разделим наши войска. А то он тут вроде как кого-то пытается нанимать, мы ему этого не дадим сделать. Все, территория под нашим контролем. Присоединение державы. Давайте, кстати, заценим, что у нас и как. 3200 очков. Прогресс 20%. Отлично. 7400 почти. Нормально так, неплохо продвинулись. Притом у нас сейчас скидка в 25% на экономические реформы, так что ими и займемся. В частности, наверное, возьмем земельную реформу. Мне очень нравится эффективное сельское хозяйство и горнодобыча. Ибо как-никак, но денежки нам не повредят. Повезло с раскрытием на Бруней. Всего 4,3 без честа. Территория, конечно, бедная, но нам нужны очки. Поэтому Бруней, потом, скорее всего, Сулу, тоже подберем под себя. Оправдание на Бруней готово. Давайте заценим. Со всеми отношения нормальные, радушные только с Нидерландами. Надеюсь, успеем забрать. Он даже такой бедненький, не успел армию сделать. Мы уже пришли к нему в гости. И еще 10 престижа, кстати, за это получим. Так что даже с помощью престижа понемножечку, но поднимаемся. Ну и давайте. Наша армия высадилась в Бруней. А флот давай отправим отдыхать. Покорение почти закончено. Давайте возьмем улучшенные постройки, цивилизацию. Так еще и бонус скачкам время завоевания. Наполеоновскую военную мысль еще дадут. И крепость, которая не особо сдалась. Но вот наполеоновская мысль нам сейчас не повредит, потому что это просто организация. Так еще и в будущем открытие на защиту. А тут нам единственную территорию надо дождаться забрать. И у нас с вами будет еще и Бруней под контролем. Мы такая скоростная Япония, которая еще даже не стала Японией, а уже берет те территории, которые в будущем по истории хотела бы взять под себя. Все. Территорию забрали. Он сразу же согласен на мир. Наш новый плацдарм захвачен. И у нас очень маленькие налоги. И я говорю, что реально маленькие, потому что у нас слишком жиреют. Кустари, даже крестьяне обычные себя ощущают хорошо. Если что, в норме держать их вообще просто вот зелененькими. Но у нас они очень богаты, им хорошо живется. Но самое приятное, что у нас наконец-то деньги в плюсе. При полном почти содержании всего того, что нужно. Раскрыли все-таки мое противостояние против Сулу. Но я хочу его тоже забрать. Чисто для красоты границ. Чтоб просто как можно меньше маленьких стран было. Конечно, я еще на Филиппины смотрел. Но они вроде как еще не полностью забрали все территории у Испании. Поэтому подождем, пока они полностью здесь завладеют всеми территориями. Ну а мы сами получаем цель против Сулу. Давайте сразу же нападаем. Получим за это престиж. Ну конечно, если победим, а мы конечно же победим. Куда уж без этого. Ну и у нашего противника даже нет войск. Поэтому надо быстренько осадить его территорию. Чтобы он не успел заиметь новых солдат. Тут еще надо остров маленький успеть забрать. Благо он армии не поднанял. Так что давайте высаживаемся. Возвращаем наш флот. Ну и все. В скором времени будет победа. Миримся. И все. Это теперь тоже наши территории. Ну и самое приятное, что у нас уже с вами накопилось почти 12 тысяч очков. Я решил все же провести финансовую реформу. Так как 10% к налогу обложению. В нашем случае это просто сразу же смотрите какой розык деньгам привело. Мы теперь наконец-то можем по полной содержать все то, что нам нужно. Потому что налоги теперь приятные. А не как раньше по 20-40. Кстати в мире в это время испанцы окончательно потеряли свои территории в Америке. И посмотрите здесь какая великая Колумбия. Здесь видимо Перу так и не восстала. И Колумбия все забрала под себя. Я удивлен, что она всего-навсего на 35 месте. Имея такие территории. Они конечно бедные по количеству людей. Но все же у нее есть центральное зерно. Возможность расширения на СПЦА. Если она выберется в лучшие позиции. Все-таки испанцы пали. И вдобавок к этому они продолжают теперь страдать еще и от французов. Все-таки шансов у них в этом мире видимо не осталось. Ну а я сейчас скоплю на реформу индустриализации. Получить цементный завод. Притом 30% прогресс цивилизации. Всего за 13 тысяч с небольшим. А потом последнюю десяточку добьем какой-нибудь быстрой реформой. Чтоб наконец-то стать нормальной державой. В итоге я накопил на университет. И решил взять их. Потому что с 5,8 до 8,2 сражочки подросли. Так что оставшиеся 30 мы намного быстрее получим. И возможно даже не индустриализация, а более дешевыми вариантами. Потому что я посмотрел индустриализацию нам дают чисто один заметный завод. Который мы без проблем и сами сможем построить. И серьезно Нидерланды нас выбили из сферы американцев. Ну боритесь. Вам все равно правда особо много не светит. В скором времени мы скинем вас. Притом уже сейчас моя армия почти равна армии Нидерландов. А это я еще даже близко к лимиту не приблизился. Захотел называется на Филиппина сходить. Сразу же 21 без чести держи. Ну и мне еще чуть-чуть. Я стану уже нормальной державой. Но перед этим просто хочу часть филиппинца таки оттяпать под себя. Это же классное дело. Им надо обязательно воспользоваться. И тут нам смотри. Ветер запада. Мы можем в изоляцию идти. Получить потребности меньше. Но 20% минус исследование. Не. Прощай Эда. Да здравствует новая эпоха. Больше очков исследований. Поплыли. Давайте веселиться. Посмотрим что тут вообще по армиям. Ну вроде пока нормально. Объявляем войну за завоевание. Последняя война не цивильная еще Японии. Высаживаем наших регуляров. Я думаю он на перехват идет. Нет. Все нормально. Ну и давайте следом высаживаем также обычную пехоту. Притом очень повезло что генерал который высадился сразу же решил погибнуть. Ну почему бы и нет. Давайте мы еще подвезем подмогу. И снабжением конечно плохо. Но я думаю мы единым стаком выстоим. Сейчас приведем еще армию на поддержку. И может быть даже сможем контратаковать. Войска Филиппин почему-то решили высадиться в мои земли. Ну окей. Не знаю на что они надеялись. Но здесь моих союзников предостаточно. Единственное что неприятное это то что они мой флот поймали. Но мы все равно справились. Я просто еще одну армию хочу на поддержку прислать. Ну и давайте рискнем. Нападем все-таки на эту армию. О. Он кстати мешается. Окей. Тогда давай приведем свои кораблики. Пусть они даже потеряются. Но с этим ничего не поделаешь. Надо дать ему там бой. Как раз держим его флот. Отлично. Ну а здесь пошли в атаку. Ай. Все-таки 30 тысяч остановил. Ну ты конечно молодец. Все. Армия ушла. Давай. Очки исследования не повредят. Ну и посмотрим что нас ждет. Хороший расклад. Мы побеждаем. Конечно большим стэком. Но сейчас заберем эту территорию. И потом попытаемся все-таки эту армию пробить. Отлично. Давай бой. Наших все-таки больше. Конечно тяжело. Спору нет. Так ладно. Отступаем. Видимо придется силы подкопить. И не так-то уж и легко. Окончательную победу сделать. Хотя подожди. Не готово. Но в скором времени согласятся. Давайте их немножко подведем к этому. Вот так вот. 95. Пока еще не согласны. Но мы с вами давайте еще раз нападем. У нас армия восстановилась. И они уже как бы согласны на присоединение. Отлично. Все. Это победа. У нас с вами кстати накопилось 22 тысячи. Поэтому даже не знаю. Индустриализация нам даст чего особо. Только заводы. Один при том завод. Давайте лучше индустриальный прогресс. Водяное колесо получим. Текстильную фабрику. Это явно поинтереснее. Ну и все. Проводим вестранизацию. Фургоны и на запад. Престиж. Влияние запада перестает действовать. И у нас с вами открываются решения. Присоединить люку. Присоединяем. Ну и следом нам надо открыть национализм и империализм. Чтобы сделать Японию. Для объединения же всех стран нам надо стать великой державой. Но самое конечно приятное. Что мы теперь можем исследовать технологии нам. Да. Первый уровень кстати всего в итоге дали. Можно было даже не думать об этом и не брать специально. И конечно же по технологии мы активно берем идеализм. Чтобы очки исследования копились. Чтобы образование становилось лучше. А нам с вами очень важно материализм взять. Империзм. В том числе здесь биологизм потом поражать. Так как здесь тоже эффективность образования плюс 50. Сейчас будем упирать на науку. А захваты пока думаю приостановим. Благо мы уже немало территорий смогли забрать. Ну и раз мы теперь великая держава. То давайте начнем строить заводы. Самостоятельно выстраивать цепочки. Что это такое? Ну смотрите. У нас с вами в территории. Вот например вот в этом вот регионе. Мы смотрим что производится. Здесь у нас производится пшеница, шелк и табак. На основе пшеницы. Какие мы можем заводы построить? Спиртзавод. Который нам будет как раз из пшеницы делать спирт. Вдобавок к нему имеет смысл построить стеклозавод. Так как для спиртзавода требуется стеклозавод. Тем самым выпуск спиртзавода получит бонус. Поэтому у нас уже будет такая небольшая цепочка. Здесь у нас есть чай. На основе его мы конечно ничего не произведем. Но здесь опять же есть зерно. На основе которого мы также можем построить стеклозавод. И потом спиртзавод. В будущем сможем еще сюда воткнуть и завод вин. Если нам вдруг это будет нужно. Нам теперь везет вот на такие инциденты. В каждой провинции происходит реакционеры. Растут. Престиж. Уменьшается. Агрессивность населения растет. И отношения с великими державами портятся. Первые заводы готовы. И вы можете видеть сразу же как активно туда пошли народ. Вот работать. Конечно стеклозавод не имеет никаких дополнительных бонусов. Так как у нас с вами нет угля в этих территориях. Но зато вот спиртзаводы сейчас получат преимущество. И вот. Можете заценить. Посмотрите-ка. Бонус от. Есть сооружение стеклозавод. И производство товара зерно в регионе. Итого 25% бонус мы с вами получаем на выпуск. Что так-то очень удобно. И у нас промка полностью заполнена. Можем ее дальше расширять. У нас выбор нового сегуна. Давайте поддержим моего летнего Токугаву. Поддержка реакционеров плюс. Ну и место у нас все так же 11. Несмотря на то, что мы наращиваем и промку, и армию. Связано это с тем, что престиж у нас все больше и больше падает из-за этих неприятных ивентов. А вот и интересный ивент. Призыв к изгнанию варваров. Императорский суд издал указ об изгнании иностранцев из страны. Опасный и безрассудный поступок. Минус 5. Престижа. Эй, призыв к изгнанию варваров у всех наших вассалов. Здрасте. Надеюсь, мы сможем как можно быстрее добраться уже до 8-го места. Престиж у нас перестанет падать. И мы с помощью промки ворвемся в великие державы. Давайте займемся интересным делом. У нас повод для войны против Китая есть. И я хочу начать с Тайваня. А дальше, если повезет, может быть высадимся еще и на основную территорию. Но все же армии у Китая много. И мы пока по военным технологиям не сильно его опережаем. Поэтому рисковать сильно не будем. Хотя бы заберем этот остров и просто потопим его корабли. Поэтому нападаем. За требования уступок. Регион нам нужен. Формозы. Так-то сам по себе Китай очень богатый и приятный. Но нам хотя бы тут чуть-чуть земелек бы поднять. Автономия нас так или иначе поддержит в этом деле. Ну а мы отправляем туда нашу первую армию. У Китая, конечно же, есть флот. Спору нет. Но наши корабли ему не ровне. Поэтому усаживаемся и начинаем первые захваты. Так он нам еще и бой дает на воде. Ну, по-моему, здесь было все очевидно. Без проблем победили. Победили. Давайте еще за одной армией. Цель сейчас выполним. И, может быть, даже пойдем на его территорию. Рискованно, конечно, но можно попытаться. Для полной красоты я еще устроил и полную блокаду всех китайских территорий. Отчего у него, кстати, неплохо так счет просел. Ну и надеюсь, конечно же, ему будет немножко сложно. Пока на перемирии он не согласен. Но рано или поздно у нас выполнится цель. Торопиться нам некуда. И мы с вами сможем забрать эту область. Так, я тут хотел уже высаживаться к ним. Но у нас тут решение интересное вышло. Симоносексский договор, где китайцы не могут оказать нам сопротивление. И нам предлагают получить от них землю. Усталость больше. Процент оккупации больше. Но у меня вопрос, только на этот регион или же еще на другой? Давайте попытаемся высадиться. И, может быть, нам еще удастся какие-нибудь земли забрать под себя. Итак, наблюдаем за этой высадкой. У нас тут две армии. Интересно, он будет нас пытаться здесь перекрывать? Нет, даже не пытается. Отлично. Давайте еще тогда армию приведем. И я думаю, таких сил нам хватит, чтобы здесь немножко поразвлекаться. Он все-таки нападает на нашу армию. Давай сразу поддержку туда. И, как я вижу, несмотря на наше преимущество, это все равно очень тяжело. Хотя, не знаю, подожди. У нас есть шанс сейчас его одолеть. Да, вы посмотрите просто на эту красоту, как он страдает. Нам бы сюда еще одну армию. И была бы вообще красота. И он уже согласен, кстати, на мир. Видимо, да, придется соглашаться на мир, потому что наши войска страдают. Женевская конвенция. Давай Женевскую конвенцию. Ну и давай следом ивент. Что нам по нему дадут? А ничего, собственно, нам по нему не дают. Мира с Китаем я не вижу. Давай сами тогда замеримся. Все. За присоединение Тайване. Конечно, бой мы проиграли. Просто надо побольше армии за раз, и тогда бы это была победа. Ладно, к следующему разу подготовимся. И японская формоза. Станет считаться национальными. Получим еще престиж. Прекрасно. Как раз сделали то, что нам и надо. Получили новые территории. Притом сразу же национальными. Решил немножко влезть в Африку. В частности, на Аман можем напасть. И забрать у него как раз вот эти вот регионы. Зензибара. Поэтому мы нападаем. Требование уступок. Аманского Зензибара. Нам же надо как-то получать престиж. И расти в топе великих держав. Так, смерть императора Камея у нас тут какая-то прошла. Да здравствует новый император. Ладно. Нас, кстати, взбили немножко на 12 место. Но это не проблема. Сейчас вернем все потерянные очки. Мои союзники, посмотри-ка, высадились аж в сам Аман. Но это хорошее дело. Мы имеем еще возможность 11 очков почти занять. Так что я думаю, мы поставим еще новые цели. И постараемся забрать у Амана побольше земель. Закончили с вами с Аманом. Давайте-ка мириться. Он согласен на наши условия. И у нас сразу же восстание Мейди. Опа. Разрывают военные союзы. И против нас восстают все страны юга. Ух ты ж. Весело. Это, видимо, скриптовая вещь. Ну, давай мобилизацию. Надеюсь, мы сможем выставить против таких противников. И сможем здесь чего-нибудь реализовать. Самое неприятное, конечно, против нас... Подожди, только Тюгоку. Я думал, здесь сейчас американцы влезут. Они были их сателлитами. Хм, если не влезут, то будет прекрасно. Мы, наверное, тогда сможем со всеми разобраться. Громим армию противника. С помощью мобилизации это не так уж и сложно. Все-таки у нас хорошее преимущество по войскам. Поэтому развлекаемся здесь вовсю. Чисто, знаешь, так количеством его раз за разом раскатываем. Ну и, пожалуй, стоит уже сюда заглянуть на огонек. Подпилить здесь острова. И, оу, нас там выбили. Немножко не доглядел. А, вот он где еще веселится. У него здесь армия есть. Ну, ничего. Все равно победа будет за нами. Победа клана Токугава. Отлично. Все. Фух. Мы смогли с этим разобраться. И теперь мы как бы богатая страна, сильная армия. Мы с вами получаем японскую техгруппу. Коммерция, культура минус. Эх, неприятная вещь. Но раз мы отыгрываем, то давайте. Все-таки для отыгрыша возьмем. Миссии Вакуры. Престиж и очки исследования. Тоже не повредят. 71-73 года. Немного пораньше. Ликвидация системы Хан. Давайте тоже престиж получим. Ну и восстановление Академии. В будущем, может быть, прожмем. И если нас будет не устраивать та, которая есть сейчас. Ну и сейчас, для того, чтобы разгласить Японию, нам надо быть великой державой. Или отказаться от абсолютной монархии. Но перед всем этим прекрасным, давайте демобилизацию приведем. А то чуть-чуть страдаем. Надо бы нашим войскам дать возможность отдохнуть. И теперь у нас, ух, надо разбираться с промкой, которую настроили там вассалы. Да и новые также строить надо, ибо Япония теперь едина. У нас также есть плодзармы для будущих колоний. Единственное, нам надо еще колониальные отношения открыть. Казен на зарядных ружах. И, возможно, мы сможем войти в колониальную гонку. А так, Япония едина. И мы почти восьмое место. Хотя, подожди, пятерочку. Сейчас нанять армию, мы точно станем великой державой. Ну или не станем, с учетом того, как игра решила вылететь. Еще раз одерживаем победу. Раз нас откинули, пришлось это сделать. Прожимаем все те же самые решения, чтобы забрать как можно больше престижа. Ну и теперь, да, у нас хорошие бонусы на армию, на флот. Конечно, вот плохо, что на культуру и на коммерцию минус 10. Но все-таки 25 к промке, 25 к флоту и к армии. Ладно, будем японской техгруппой. Теперь у нас единая Япония. Надо лишь выбиться в топ. И будем править этим миром. И вот мы как бы уже восьмое место. До сих пор колониальное, но как бы уже почти великое. Еще чуть-чуть. И наконец-то, в 69 году мы считаемся великой державой. Давайте. Долину царей. Требование права на раскопки. Получаем престиж. Отношение с Египтом. Следом, провозглашение Японии делаем. Мы теперь официально Япония. Возвышение. Знаешь, что с вами произошло. Ну и следом, конституция Мэйди. Престиж. Взвешенные богатых. Притесения. Ограниченная монархия. Следом, нам стоит заняться и императорский университет взять. Потому что мы с вами получим от этого очков исследования. Плюс 5. Что явно приятно. Земельный налог можем сделать. Вполне себе. Десятичную денежную систему лишь откроем. Ну и потенциальная угроза. Перестанно. Все провинции станут национальными. Да. 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 Я не против. Теперь все земли Кореи для нас являются национальными. Нам сейчас стоит выбить оттуда влияние американцев. И мы сможем потом Корею спокойно захватить. Как бы за восстановление порядка. Цель у нас такая есть. Ну да. Начнем сейчас активно влиять на соседей. И пытаться занять более высокое место. Все-таки уже седьмое. Я думаю в скором времени сможем обогнять Россию. А может быть даже выбиться еще выше. В ноябре 70-го года я исследовал пулеметы. Ну и теперь у меня велик шанс того, что откроются как раз колониальные отношения. И я смогу начать делать колонии. Конечно не так много колониальной мощи сейчас. Базы я хоть и улучшаю и стараюсь их делать. И корабли нанимаю. Но хотя бы часть Африки мы сможем занять. Все. Открытие произошло. И мы теперь можем начать делать колонии. Ух. Какое же это хорошее дело. Постепенненько сейчас постараемся ворваться в Африку. Все. Мы готовы. Корею полностью очистили от вражеского влияния. Дожидаемся сейчас момента. Хотя давайте уже сразу же не дожидаясь армию погрузим. Отправим ее сюда вот. И нападаем. За восстановление порядка. Это нам позволяет присоединить иностранную державу в все провинции, которые являются нашими национальными. Наши с вами самураи начинают высадку. Сразу же подкидываем еще армию. И ведем еще парочку армий. Чтобы у врага не было никаких шансов. В это же время делаем колонии. Наша японская Африка постепенно разрастается. Я по большей части хочу попытаться отделить другие страны от продвижения в Африку. Хотя бы вот здесь вот. То есть чтобы вот эта территория и этот блок земель остался нашим. Даем здесь небольшой бой. А то он меня успел захватить при высадке. Все, отлично. Теперь можем спокойно распределяться. И захватывать соседние территории. В итоге полномасштабное такое вторжение. Захватываем здесь все основные территории. И не оставляем никаких шансов Корея. И 1 ноября 1872 года Корея согласна присоединиться к нам. Поздравьте нас. Все. Мы полностью забрали под свой контроль Корею. Конечно это немного плохо сказалось на нашей колониальной мощи. Но ничего не поделаешь. Такова судьба. Придется терпеть. Главное что смогли забрать новые земли. И теперь у нас сами Япония занимает седьмое место. Притом мы близки к тому, чтобы согнать Россию с ее места. Видите шестое, седьмое, седьмое. По всем показателям промка. Притом только начинается застраиваться активно. Престиж еще в будущем будет. Ну и самое приятное. Начало покорения Африки. Да. Япония будет участвовать активно в колониальной гонке. Ну а почему бы и нет. Раз есть такая возможность. И да, вроде бы мы с вами провели вестернизацию. Уже образование до 70% догнали. Сейчас активно новые технологии делаем. Армии есть. Но впереди еще много всего интересного. Это великий поход в Китай. Это скорее всего битвы с другими великими державами за контроль земель. Борьба в Африке. Да и может быть даже для красоты куда-нибудь в Европу залетим. Ну а почему бы и нет. Раз такая возможность есть. Можем попытаться и реализовать ее. Ну а сейчас да, серия подходит к концу. Надеюсь она вам была интересной. Если это так, то поддержите ее своим лайком и комментом. Ну и до скорых встреч в новых видео.